Второй год подряд на базе оздоровительного лагеря «Юность» проходит межлагерная военно-спортивная игра «Зарница». Для детей это отличная возможность проверить свою силу, эрудицию и ловкость, а также подготовить себя к любой экстремальной ситуации. О том, какие испытания ждали участников соревнований, расскажет Павел Филатов. Шесть команд из разных оздоровительных лагерей сегодня встретились лицом к лицу, чтобы побороться за звание лучшей. Но получить заветный титул не так-то просто. Участникам предстоит пройти 14 этапов с теоретическими и практическими заданиями. Полоса препятствий оказания первой медицинской помощи, сборка и разборка автоматов. На время ребятам предстоит даже побывать в роли пожарных. Вы представьте, что у вас горит огонь, вам нужно засушить, условно очаг возгорания, развернуть рукавную линию и открыть воду. Открывание! Поехали! Открываем! Мы пытаемся в летнюю кампанию уже не только на базе юности организовать данное мероприятие, а пытаемся включить такие мероприятия в каждом лагере для того, чтобы воспитать в нашем подрастающем поколении именно чувство патриотизма и гордости за то, что происходило в нашей стране, чтобы они могли все-таки сохранить в памяти те подвиги, которые совершали с их предками. Дети с большим энтузиазмом участвовали в соревнованиях, стараясь набрать как можно меньше штрафных баллов. Ведь зоркий глаз судей, в числе которых сегодня сотрудники МЧС и ГИБДД, видит все и подмечает самых активных участников. По итогам соревнований, помимо командных призов, будут и индивидуальные награды. Одна из них лучшему стрелку. Все ребята очень старались и прилагали максимум усилий, чтобы помочь своей команде вырваться вперед. Однако, как и в любом спорте, есть победители и есть проигравшие. По словам организаторов, все участники показали не только свою силу и смекалку, но и волю к победе и умение работать в команде. Несмотря на результаты, все остались довольны проведенным временем и получили массу положительных эмоций. Павел Филатов, Дмитрий Тищенко, Олег Щербаков. Область новостей. Дмитрий Тищенко, Олег Щербаков.